СЕРИАЛЬНЫЙ ТРЫНДЕЦ Моего-то день, типа, сам не смотришь, да? Ну ладно, и моего любимого в итоге. В общем, создатели теории Большого Взрыва продолжают двигать науку в массы, так сказать. И решили даже учредить стипендию для юных ученых. Имени Шелдона Купера? Нет, назвали они ее в честь самого сериала. А выплачиваться она будет фондом исполнительного продюсера шоу Чака Лори совместно со звездами теории Большого Взрыва. Вот как сам Лори объяснил этот поистине филантропичный жест. Когда теория Большого Взрыва впервые вышла на экраны, теперешним первокурсникам было лет по десять. Некоторые из них, становясь старше, смотрели это шоу из года в год, и, возможно, оно оказало влияние на их желание выбрать науку в качестве цели жизни. Разве не здорово, что мы можем им как-то помочь? Конечно, здорово, Деня! Красота какая! Как там он говорит-то твой этот... каланчевый-то... Бугагашенька! Эй, ты вот можешь все-таки как он, а, Деня? Так, успокоились, Зинаида Ветровна, потому что у нас сейчас, внимание... Спойлер бы я! Актерский состав сериала Castle покидает Пенни Джонсон-Жеральд, исполняющая роль капитана Гейтс. Ну а вот сервис Netflix продлил сериал Крейс и Фрэнки на второй сезон. Друзья, вы не представляете, но оказалось, что для сериала Вечность еще не все потеряно. Недавно мы сообщали, что канал ABC неожиданно закрыл шоу после первого сезона. Но поклонников такой расклад не устроил. Они организовали настоящую интернет-акцию в поддержку сериала, и уже даже более 50 тысяч человек подписали эту онлайн-петицию, в которой настаивают на продлении драмы. Молодцы какие! Где подписать, Деня? Исполнительный продюсер Вечности Мэтт Миллер постоянно делится с фанатами через свои аккаунты в социальных сетях. По последней информации, компания Warner Brothers Television активно пытается найти для этого шоу новый канал. При этом не только продюсер, но и весь актерский состав драмы решительно настроены на съемки следующего сезона. Молодцы, молодцы! Вот так держать, Деня! Мне нравится такой настрой! Кстати, согласно одному из последних опросов, именно о закрытии вечности больше всего сейчас сожалеет сериала «Маны». Но ведь и неудивительно. У драмы о бессмертном Генри Моргане были неплохие рейтинги во Франции, Великобритании и Австралии. Да и нашим российским любителям сериалов она пришлась по душе. Так что держим, как говорится, кулачки и будем надеяться на лучшее. Новость одна лучше другой приходит от телеканала «Фокс» в эти дни. Во-первых, «Фениксом», которого Фокс планирует воскресить из пепла, станет сериал «24». С этим Джеком Бауэром? Нет, Зинаида Петровна, в данном случае планируется не продолжение, а скорее спин-офф этого сериала. И, к сожалению, главную роль в нем будет играть не борец с терроризмом Джек Бауэр, а, как расплывчато объясняет Фокс, на первом плане в спин-оффе выйдет некий охотник за террористами чуть старше 20-ти. Зеленый пацан-то еще видать, а уже охотник. Впрочем, и сам Джек Бауэр все-таки будет время от времени появляться в этом шоу, но уже в качестве гостя. Боссы телеканала сообщили, что новый «24» будет содержать ограниченное количество серий, но в случае его успеха сразу же получит зеленый свет на второй сезон. Еще одна новость, касающаяся телеканала Фокс на сегодня. Да ты чего, Деня, они что там? Опять что-то возродить решили? Нет, скорее в этот раз закрыли. Как недавно стало известно, канал решил распрощаться с сериалом «Последователи» после его третьего сезона. Но у нас ведь сегодня день хороших новостей, поэтому с радостью сообщают, что это шоу нашло новый дом на сервисе Netflix. Интернет-вещатель уже заказал съемки четвертого сезона этой драмы, который, кстати, и станет для нее финальным. Так что, Зинаида Петровна, что Фоксом не делается, все к лучшему. Ага, ну ладно. Приятную новость для поклонников сериала «Готэм» недавно сообщил актер Николас Д'Агосто. По словам исполнителя Харви Дэнто, во втором сезоне шоу он станет полноценным участником актерского состава. Вот это хорошо. Постоянные места в нем, кстати, также получат еще два персонажа — доктор Лесли Томпкинс и Люциус Фокс, который, как нам обещают создатели, поддержит главного героя на пути становления мужчиной и Бэтменом. Также стало известно, что в «Готэме» появятся два новых злодея. Имена их пока не раскрываются, но зато есть описание этих персонажей. Первым станет умный, культурный, красноречивый и чрезвычайно привлекательный персонаж вселенной DC. Практически ты день, только ты у нас не персонаж вселенной DC. Спасибо, Зинаида Петровна. Ну а второй окажется просто молодая сексуальная женщина. Ну давай, сделай мне комплимент. В общем и целом, парочка будет хоть куда. В итоге нам пока остается лишь строить догадки и ждать возвращения этого сериала на экраны, которое случится этой осенью. Студия Дисней на днях также порадовала нас сериальной новостью. Этот мультигигант приступил к разработке телевизионной версии своего хита «Рапунцель. Запутанная история». Это про девчушку-то с длинными волосами, блондиношную. Про нее, да. Действие мультсериал развернется в промежуток между событиями оригинального мультфильма и короткометражки «Рапунцель. Счастлива навсегда». По сюжету длинноволосой героине предстоит отложить подготовку к свадьбе и отправиться в некое путешествие. Компанию, в котором ей составят уже известные персонажи и новый участник франшизы служанка Кассандра. Веня, я не говорила тебе, но Кассандра это мое прозвище. В юности. Ожидается, что она будет обладательницей железного характера и станет доверенным лицом Рапунцель. Ну а премьера мультсериала состоится на канале Disney Channel в 2017 году. Очередной сериальный вопрос пришел к нам от слушателя по имени Павел. Вот что он пишет. Привет, Денис. Что там слышно о сериале «Консинуум»? Как-то без него скучно. Не хватает путешествий во времени. Подпись «Павел». Здравствуй, Павел. В последнее время об этом канадском сериале действительно мало чего слышно. После долгих разбирательств по поводу того, увидит ли свет четвертый сезон «Континуума» или нет, было-таки решено продлить это шоу. Совсем недавно стало известно, что дата премьера нового сезона в Канаде переносится с 26 июля на 4 сентября. Время выхода новых серий в России пока неизвестно, но будем надеяться, что в начале осени мы тоже сможем посмотреть четвертый сезон, который, кстати, станет для сериала финальным. Это была видео-версия программы «Сериальный трындец». Все аудио-выпуски, которые вы всегда сможете найти на сайте максимум.ру. А чтобы не пропустить новые выпуски видео-версии, не забудьте подписаться на наш канал на Ютюбе. С вами был Денис Колесников. До встречи через неделю. Озвучено по версии «Ку-ку-ку-раж-бомбей». Субтитры создавал DimaTorzok